Всем привет! Показываю, что заказала к дню рождения. Заказ был во вкус Вилли. Сыр сулугу не взяла, не очень, кстати, это понравился. Сердце дракону, фрукт, сметана, но как бы уже выяснилось, она мне не понадобилась. Вот такая новая колбаса, тоже не понравилась. Какая-то жирная, привкус непонятный. В общем, не советую такую колбасу, хотя состав у неё очень даже хорошенький. Но невкусно, будем честны. Сыр вот такой копчёный, тоже не особо понравился, слишком солёный. Салат Кейл, айсберг для Цезаря. Привезли, кстати, свеженький, неплохой. От 21 числа, хотя сегодня 23, но выглядит достойно, нормально. Кейл заказала тут 75 грамм для украшения для бутербродов. Позже с ним сделала салат, добавила туда тёртый сыр, яйца, помидоры в майонезе. Очень вкусно получилось, всем советую. Вот такие мандарины измерские, очень вкусные, сочные, без косточек. На Цезарь взяла сухарики. Вот такую малину с голубикой. Вкус ягод чувствуется, хотя для зимы это не совсем типично. Попробовать взяла киви, голд, но у него красная сердцевина. Называется, по-моему, красное сердце. Ну, очень понравился, прям вкусно. Черри, брокколи у меня будет на гарнир и вот такой вот тортик. Тортик очень-очень вкусный, всем тоже советую. Начинаю готовить праздничный ужин. Здесь у меня два вот таких вот сырка, хочу их натереть. Скорее всего, сулугуни ещё туда немного добавлю. А яйца отварила. Это у меня будет сырный салат и креветки. Вот креветки у меня, их порежу. И это у меня будет сырный салат. Добавлю ещё чеснок, майонез. И можно как намазать, как просто салат мы кушаем. Цезарь буду готовить. Здесь у меня листья айсберга. Покупала уже вот в таком нарезанном виде, их промыла. Сейчас они у меня сушатся. Приправу вот такую буду использовать. И с сухариками тоже решила купить. И сделаю с такими сухариками. Получается очень вкусно. Также вот на Вайберсе покупала вот такую вот доску для подачи. Сюда буду делать бутерброды. Ну всё, вам покажу потом, что буду делать. Бутерброды обычные, с икрой и с красной рыбой. На горячее купили вот такой стейк. Из свинины, пряный на косточке. Бутерброды уже готовы. А вот он у меня тут размораживается. Буду его в духовке готовить. И к нему на гарнир будет брокколи. Просто брокколи отварю. Со сметаной. Я думаю, это будет вкусно. По крайней мере, на шашлык мы такие стейки брали. И они были очень вкусные. Буду готовить в духовке. Вот такой салатик у меня получился. Три вида сыра. Один Дружба, который показала из Кус Вилла. Потом очень вкусный крымский сыр из Ашана. Он только в Ашане я его видела, что продается. Получается, сулугуни добавила. И креветки. Ну, обязательно чеснок и майонез. Получилась вот такая красота. И очень-очень вкусный. Прям вот креветок, в общем, нужно побольше класть. Чем больше креветок, тем вкуснее, мне кажется, салат. Вот, видите, у меня курица начинает приготовиться. Добавила немножко оливкового масла, специи, соль. Все, в принципе. И здесь поставила воду на брокколи. Брокколи вот так вот разрезала на мелкие соцветия. Вот эти кочерыжки отрезала, потому что они долго остаются жесткими. Ну, и все, минут 7-10 и брокколи будет готово. Также вот хочу бутерброды сделать из такого хлеба. Это пшеничный багет замороженный из Кусвилла. А это какой-то с чесноком, по-моему, багет. Аромат от него невероятный. В общем, сейчас буду запекать минут 20 на 180 градусов. И эти багетики готовы. Они получаются супер-пупер вкусные. Уже не первый раз их беру. Обязательно обратите на них внимание. И плюс очень удобно, когда гостя на подходе закину. И прям горячий, свежий хлеб, как будто только что прям приготовленный. Ну, по сути, так оно и есть. Готов. И все остаются в восторге. Нарезка у меня будет сегодня максимально простая. Орешки. Вот тут я бы подготовила сыр вот такой копченый. Я прям просто его выложу и все. Сулукуни нарежу. И колбаса у меня вот. Показывала вам. Попробую. Кстати, прям такой копченый. Прикольный. Но по мне, соленоватый. Соли много. Сыр обычный я покупала цветной. Но в этом году цветного в магазинах нет. Видимо, санкция. По-моему, он был из Швейцарии, что ли. Я не помню, честно говоря, откуда он был. Но его сейчас нет. Не знаю, как нарезать. Прям эксперимент. Как-то вот так вот помню. Кобаса, кстати, мне не очень понравилась. Какая-то жирноватая. Я такую не люблю. Даже вот если посмотреть по разрезу, то много жира. Хотя вкус вилл, казалось бы. Но не очень. И это все я сейчас накрою пленкой. А, добавлю орешки. Еще накрою пленкой. И уберу в холодильник. Вот так вот. У меня дома только миндаль. Я расшиваю миндаль. Вот такая красота получилась. По сути, можно было зелень добавить или виноград. Но у меня винограда в этот раз нет. Я забыла его сказать. Получилось это на двоих человек. Я думаю, мы еще и завтра, и послезавтра, эту нарезку будем доедать. Но ничего страшного. Накрываю ее пленкой, убираю в холодильник. И она все время как свежая. И все нарезано. Удобно доставать. Вот такой вот хлеб получился. Здесь уже есть надрезы. Аромат чеснока присутствует. И вот такой обычный белый пакет. Очень мягкий, хрустящий. В общем, очень-очень вкусный. Мясо выложила на противень. Вот тут небольшие такие маленькие косточки. Все лишнее я отрезала. Было небольшое количество кожи. Но теперь ее нет. И вот на каждом кусочке небольшая косточка. Сейчас уберу в духовку. Не знаю, первый раз готовлю. В принципе, они такие тонкие. Вот если так посмотреть. Надеюсь, что пропекутся. Наверное, зачасток точно. Мясо очень получается сочное. Но, по крайней мере, на костре получается очень-очень вкусно. Мягко и прям идеально. Ранее на цезарь уже все нарезала. И сейчас мне остается его только собрать. Выкладываю на тарелки небольшое количество листьев. У меня салат айсберг. Потом помидорки черри. Яйца перепелиные. Это мой вариант цезара. Конечно, он не классический. Не совсем цезарь. Но все-таки получается очень-очень вкусно. Особенно вот с этой приправой для цезара кнор. Все, в принципе, максимально просто. И очень-очень вкусно. Вкуснее даже, чем в ресторанах. Муж недавно ходил на корпоратив на работе. И там тоже подавали цезарь. Это, говорит, было отвратительно. Там была вареная курица и самый дешевый майонез. Есть, говорит, было невозможно. Как я, говорит, хочу домашнего нашего цезаря. Ну, потому что он реально вкусный. Вот когда вкусно, тогда вкусно. Обязательно попробуйте. Конечно, от оригинала цезаря он далек. Можно его даже так и не называть. Просто вкусный, очень вкусный салатик. У меня на бутерброды два вида хлеба, два вида рыбы, масляная и семга. И два вида икры, черная и красная. Черная – это икра палтуса. По-видимому, она крашеная, но, тем не менее, очень-очень вкусная. Как-то один раз я ее попробовала в гостях. И мне очень она понравилась. Я влюбилась с первого взгляда и решила, что на день рождения, на Новый год, я ее обязательно куплю. Стоит она в Ашане в районе 500 рублей. Но почему-то в Казани ее было немного сложновато найти. Также для бутербродов с рыбой буду использовать салат Кейл. Первый раз его купила. И мне он понравился, особенно в салате, очень вкусно. Выкладываю, намазываю точнее, творожный сыр. Это у меня белорусский, свеза, свеза. Не знаю, как правильно называется, но это мой фаворит сейчас. Из сыров, очень вкусный, по-моему, с зеленью. Зеленая такая упаковка. Реально вкусно. Черный хлеб буду использовать для бутербродов с рыбой. Мне кажется, он больше к рыбе подходит, чем к икре. Но на второй день делали черный хлеб с икрой. И тоже было очень вкусно. Хотя я привыкла, что с икрой обычно идет батон. И, ну, допустим, масло или творожный сыр. Это получается как-то очень вкусно. Ну, такое традиционное сочетание для меня. Масляную рыбу брала в Ашане. Там всего три таких длинненьких кусочка. Сворачиваю их, как в рулетик. И с зеленью. Прикольное сочетание. Масляная рыба мне нравится. Я и раньше ее пробовала. И это тоже, в принципе, из Ашана неплохая. Форель я что-то не очень люблю. Как-то семга мне нравится больше. Но в этом году цены на рыбу. Это, конечно, звездец. Реально. Я не знаю, куда они убегают. Но 500. Или вот эту за 400 мы взяли. Но что-то обычная средняя цена от 400. Но это прям повезло, если ты нашел за 400. А так в основном 500, 600 и выше. Ну, это жесть, конечно. Но по праздникам позволить себе эту красоту и вкусноту можно. И посмотрите, какие бутербродики получились. Занимаюсь фруктами. У меня из фруктов мандарины, голубика, малина. Вот такой драконий фрукт. Реально напоминает форму сердца. И киви голд с красным сердцем. Дракон вот этот, как мы его дома называем, мне нравится. В Турции очень прикольное сочетание смузи а-ля свежевыжатого сока. Вот этот дракон. И клубника. Очень прикольное сочетание. И сейчас этот дракон, в принципе, не так сложно у нас в городе найти. Я его таким образом очищаю, убираю все лишнее и нарезаю кружочками. Хотя видела еще интересную подачу. В половину его кожицы кубиками нарезает этот дракон. Тоже выходит очень красиво. Но обычно в ресторанах такая подача. Наверное, в следующий раз я такую подачу и сделаю. Ну, в этот раз решила нарезать кружочками. Он такой просто как сладкий. И напоминает по текстуре киви. При этом у него не жесткие вот эти семечки, а очень такие приятные. И он супер водянистый, как кабачок, наверное. Я не знаю, сколько в нем воды. Вот в жару реально прикольно. И вот такой киви взяла. У него красное прям сердце. Я такое вижу в первый раз. И он оказался очень вкусный. Ну, сам по себе вот киви голд. Он такой поприятнее, чем обычный традиционный. И на столе смотрится тоже необычно. Вот что у меня получилось. Все-таки традиционные яблоки, киви, груши. Это уже не про меня. Вот такая красота у меня получилась. Не хватает горячих блюд. И не хватает сырной тарелки. Ну, по-моему, прелесть. Еще зажечь свечи и вообще в целом. Очень красиво. Мне кажется, лучше, чем в любом ресторане. Не знаю, себя не похвалишь? Никогда не похвалят. Какую красоту мне сегодня курьер привез. Кенийские розы обожаю. Они такие миниатюрные, но такие милые. Половинку мы еды, наверное, все это съели сразу. Мы были такие голодные. И все было так очень вкусно. Свинина получилась прям отлично. Очень мягкая. И в сочетании с брокколи прям идеально.